Итак, вы вернулись на канал Skyward, а значит и я, Вадим, и мы будем продолжать двигаться по роману Роберта Гелбрита «Бегущая могила». На очереди 32 глава этого романа «Детектива». И как я повторил сегодня в первом видео, повторю в первом видео, если у вас какие-то мысли, соображения, комментарии по поводу конкретно этого романа, то я буду рад, что вы поделились своими мыслями, своими соображениями, потому что для меня именно детектив от этой писательницы, он необычен. Хотелось бы знать ваше мнение. Итак, поехали. 32 глава, роман «Бегущая могила» Роберт Гелбрит. Превосходный человек на стороже от того, что еще не видно, и на чеку от того, что еще не слышно. И цинь, или книга «Перемена». Клайв Литтлджон вернулся на работу в среду. Старайк написал ему в 9 часов, чтобы сообщить о своем желании встретиться с глазу на глаз в офисе. После того, как оба передадут свои отдельные задания по наблюдению другим субподрядчикам. К сожалению, этот план не удался. 10 минут 9-го, вскоре после того, как Старайк занял позицию возле многоэтажки братьев Фрэнк Бэкслихте, ему позвонил Барклай. «Ты на Фрэнках?» «Да», – сказал Старайк. «Окей. Ну, я подумал, тебе следует знать». «Это они оба», – сказал Барклай. «Не только младший. Я просмотрел фотографии, сделанные вчера вечером возле ее дома, и оказалось, что именно Старший скрывался там в полночь. Они вместе. Пара долбанных уродов». «Ох, тюремо», – сказал Старайк. «Они только что взяли на себя еще одно дело возможной супружеской неверности. Поэтому новость о том, что им потребуется вдвое больше людей для работы с Фрэнками, была нежелательной». «У тебя сегодня выходной?» «Да», – сказал Старайк. «Да», – сказал Барклай. «Дэв занимается новой женой-изменщицы, а Митч пытается разговаривать ту работницу секс-индустрию, которую ты сфотографировал, когда она говорила с Бигфутом». «Хорошо», – сказал Старайк, ненадолго задумавшись, но отказавшись от идеи попросить Барклая отказаться от своего выходного дня. «Спасибо, что сообщил мне об этом. Я изучу график, посмотрим, как мы сможем держать обоих под наблюдением в дальнейшем». Сразу же после того, как Барклай повесил трубку, Старайк получил сообщение от Литтл Джона, в котором говорила, что Бигфут, который редко бывал в своем офисе, решил сегодня съездить в компанию в Бишопс Торфорд. Бигфут, которая находилась в сорока милях от того места, где сейчас стоял Старайк. Как не хотелось Старайку посмотреть в лицо Литтл Джону, когда он спросит его об отсутствии его резюме фирмы Patterson Inc., он решил, что быстрее и чище всего будет сделать это по телефону, и перезвонил Литтл Джону. «Привет», — ответил Литтл Джон. «Забудь о встрече в час», — сказал ему Старайк. «Мы и можем поговорить сейчас. Я хотел спросить тебя, почему ты не сказал мне, что работал на Митча Паттерсона в течение трех месяцев, прежде чем пришел ко мне». Немедленной реакцией на эти слова было молчание. Старайк ждал, наблюдая за окнами Франков. «Кто тебе это сказал?» — спросил наконец Литтл Джон. «Хм, неважно, кто мне сказал. Это правда?» Повесла еще большая пауза. «Да», — сказал наконец Литтл Джон. «Не скажешь, почему ты не упомянул об этом?» Третья длинная пауза не укрепила самообладание Старайк. «Слушай, я понял, что к чему сказал Литтл Джон. И что ты понял? Паттерсон меня недолюбливал». «Почему?» «Не знаю», — сказал Литтл Джон. «Ты облажался?» «Нет, не сошлись характерами», — сказал Литтл Джон. «Но у тебя, блядь, никакого характера. Была ссора, да?» «Нет», — сказал Литтл Джон. «Он просто сказал мне, что я ему больше не нужен». Старайк был уверен, что ему что-то не договаривают. «Еще одна вещь», — сказал он. «Что ты делал в офисе на пасхальный понедельник?» «Квитанция», — сказал Литтл Джон. «Паттерсон не работала. Был государственный праздник. Никого не должно было быть в офисе. Я забыл», — сказал Литтл Джон. Старайк стоял, прижав телефон к уху и размышлял. Интуиция предупреждала, но мозг напоминал, что без Литтл Джона они не смогут охватить все текущие дела. «Мне нужна эта работа», — сказал Литтл Джон, впервые выступая без приглашения. «Дети уже устроились. Мне нужно выплачивать ипотеку». «Я не люблю нечестность», — сказал Старайк, — «а это включает в себя и ложь, бездействие». «Я не хотел, чтобы ты думал, что я не справлюсь с работой». «Все еще хмуря», — Старайк сказала. «Считай это устным предупреждением. Еще раз что-нибудь от меня скроешь, и ты вылетишь». «Понял», — сказал Литтл Джон, — «этого не будет». Старайк повесил трубку. Как нетрудно было найти новых субподрядчиков требуемого качества, он подумал, что, возможно, придется начать поиски заново, чтобы не скрывалось за тем, что Литтл Джон не упомянул о его работе с Паттерсом Инг опыт управления людьми в армии и за ее пределами научил Старайка тому, что там, где есть одна ложь, почти наверняка есть и другие. Телефон в его трубке зазвонил. Ответив, он услышал глубокий, сиплый голос Паттерсом Инг «Тебя вызывает к телефону полковник Эдвард Грейс». «Соедини», — сказал Старайк, который в понедельник утром оставил сообщение для родителей Александра Грейса на старомодном автоответчике. «Алло», — сказал пожилой мужской голос. «Доброе утро, полковник Грейс», — сказал Старайк. «Кармаран Страйк, спасибо, что перезвонили мне». «Вы детектив?» «Да». Голос с акцентом, явно выдающим принадлежность к высшему классу, тоже был подозрительным. «Верно. Я надеялся, что смогу поговорить с вами о всеобщей гуманитарной церкви и вашем сыне Александре». «Да», — так вы сказали в своем сообщении. «По какой причине?» «Меня нанял человек, который пытается вывести своего родственника из церкви». «Но мы не можем им советовать с горечью», — сказал полковник. Решив не говорить Грейсу, что он и так знает, насколько неудачным был план по извлечению Александра, Страйк сказал «Я также хотел узнать, готовы ли вы поговорить со мной о вашей внучке. Дай ее». На заднем плане Страйк услышал пожилой женский голос, хотя слов было не разобрать. Полковник Грейс сказал «Дай мне минуту, Барб», а затем обратился к Страйку. «Мы сами наняли детектива, человек памилии О'Коннор. Вы его знаете?» «Нет, боюсь, что нет». «Может быть, на пенсии? Хорошо, мы с вами поговорим». Застегнутый врасплох Страйк сказал «Это очень мило с вашей стороны. Как я понимаю, вы Норфолки?» «Гарвар Стоунхолл, вы можете найти нас на любой карте». «Следующая неделя вас устроит?» Полковник Грейс согласился, и встреча была назначена на следующий вторник. Когда Страйк убирал телефон обратно в карван, он увидел зрелище, которое никак не ожидал. Оба брата Франкенштейна только что вышли из дома, как всегда потрепанно одеты, в париках, частично скрывавших их высокие лбы, но легко узнаваемый Страйком, который же успел познакомиться и с их ограниченным набором одежды, и с их слегка ковыляющей походкой. Заинтригованный этой жалкой попыткой маскировки, Страйк проследил за ними до автобусной остановки. Где после 10-минутного ожидания братья сели в автобус номер 301. Они поднялись на верхнюю палубу, а Страйк остался на нижней, написав Миш сообщение о том, что Фрэнки в пути и что он сообщит ей, где можно встретиться с ним, чтобы взять на себя наблюдение. Через 45 минут Фрэнки сошли на остановке Бурресфорд-сквер в Улвиче. Страйк преследовал их, не сведя глаз с плохо засидящих париков. Пройдя немного, братья остановились, чтобы надеть перчатки, а затем зашли в магазин Спорт Дирек. Страйк догадался, что решение не заходить в спортивный магазин, расположенный ближе к дому, было частью той же самой попытки уловки, которая заставила их надеть парики, и, отправив Миш сообщение о своем текущем местонахождении, последовал за ними в магазин. Хотя он не относился ни одного из братьев к гениям, он быстро пересмотрел свою оценку их интеллекта в сторону уменьшения. Младший брат постоянно поглядывал на камеры наблюдения. В какой-то момент его парик сполз, и он поправил его. Они с показной беззаботностью бродили по магазину, подбирая случайные предметы и показывая их друг другу, а затем направились в секцию скалолазания. Теперь Страйк начал фотографировать. После разговора шепотом Фрэнки выбрали тяжелую веревку. Затем начались неясные разногласия, видимо, по поводу достоинств двух разных молотков. В конце концов они выбрали с резиновой ручкой, направились к кассе, оплатили товар и вышли из магазина, держа под мышкой громоздкие пакеты, а Страйк устремился за ними. Вскоре после этого братья остановились в Макдональдсе. Страйк счел нецелесообразным следовать за ней, поэтому притаился на улице. Наблюдая за входом, он только что отправил Митч смс-сообщение с новосями, когда его телефон снова зазвонил. На этот раз с неизвестного номера. «Кормаран, Страйк?» «Да», — ответил агрессивный мужской голос. «Что ты хочешь?» «Кто это?» — спросил Страйк. Он услышал фоновый звон и мужские голоса. «Тертон Рине, моя сестра говорит, что ты приставал к моей гребаной семье». «Никаких приставаний не было», — сказал Страйк. «Я звонил вашей бывшей жене, чтобы узнать, она не моя бывшая, она моя жена. Так почему ты к ней пристаешь?» «Да никакого приставания не было», — повторил Страйк. «Я пытался передать вам сообщение, потому что хотел поговорить с вами о ВГЦ». «На хрена?» «Потому что я провожу расследование». «Держись подальше от моей жены и сестры, понял?» «Я не намерен приближаться никому из них. Может быть, вы готовы?» «У меня нет ничего, что можно было бы сказать о всякой херне, ясно?» — сказал Аринин, теперь уже почти крича. «Нечего сказать даже про свиней?» — спросил Страйк. «Что за хрень? Почему свиньи? Кто говорит о свиньях?» «Ваша жена сказала мне, что вам снятся кошмары о свиньях». Предчувствие заставило Страйка слегка отодвинуть мобильный котуха. Конечно, Аринин начал орать. «Нахуя она тебе это сказала? Я тебе, блядь, ноги переломаю, если ты еще раз будешь разговаривать с моей женой. Хуесос ебаный!» Затем последовала серия громких ударов. Страйк предположил, что Аринин бьет трубку тюремного телефона о стену. Второй мужчина крикнул. «Эй, Арини!» Последовали звуки шарканья. Линия оборвалась. Страйк положил мобильник обратно в карман. Целых десять минут он стоял, покуривая и размышляя, и смотрел на дверь. Макдональдс. Наконец он снова достал телефон и позвонил своему старому другу Штырю. «Все норм?» «Бунзен», — сказал знакомый голос, ответив после нескольких гудков. «Как Эйнджел?» — спросил Страйк. «Лечение началось на прошлой неделе», — сказал Штырю. «Она виделась с отцом?» «Да, он не хотел дрянь, но я его уговорил». «Хорошо», — сказал Страйк. «Слушай, мне нужна услуга». «Выкладывай», — сказал Штырю. «Это о парне по имени Курт Джордан Рине». «И я надеялся, что мы сможем поговорить об этом с глазу на глаз», — сказал Страйк. «Ты не мог бы освободиться сегодня, я могу приехать к тебе». Штырь согласился. Они договорились встретиться позже, во второй половине дня, в хорошо знакомом им кафе в Эйстенде. И Страйк повесил трубку. Что ж, вот такая тридцать вторая глава, с некоторой матершиной, уж простите, но слов из книги не выкинешь. Тридцать вторая глава романа Роберта Гелбрэйта «Бегущая могила детектива». Вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. На этом я с вами прощаюсь, но именно с этой книгой на сегодня. Вторая книга ждет вас, чуть погодя, выйдет следующая книга, следующая глава, из другой книги и другого писателя. А я сейчас с вами прощаюсь, вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok